Активисты Альянса защитников животных требуют от Госдумы запретить вольерную охоту. 19 декабря они провели одиночные пикеты на площади Победы в знак протеста. Потому что я считаю, что это возможность показать свою позицию и рассказать свое мнение. Я против того, чтобы принимали закон о разрешении вольерной охоты, потому что я считаю, что это убийца ради развлечения. Это необоснованно и в современном обществе такое недопустимо. Изначально в законопроекте было ограничение. Вольер должен быть не меньше 50 гектаров. Но к моменту голосования этот пункт исчез совсем. Минимальный размер участка будут определять местные органы власти. Зоозащитники встревожены не на шутку. Если поправки к федеральному закону примут в нынешнем виде, станет возможным создание вольеров площадью в 1-2 гектара. В начале года уже этот законопроект хотели продвинуть к первому чтению. А тут зоозащитники по всей стране. У нас не одно рязанское отделение, а много отделений. У нас были согласованы массовые пикеты, массовые митинги по всей стране. То есть мы писали письма и в Думу, и на имя президента. И конкретно у нас в Рязани был сбор коллективного обращения, массовые подписи, которые мы также отправляли в Московскую Думу. На тот момент было принято решение, что законопроект этот не будет выдвигаться к чтению. И зоозащитники по всей стране успокоились, что да, это была победа. И вот тут на днях мы узнаем, что 12 декабря в первом чтении этот законопроект был одобрен. Между тем в России с 1 января 2020 года вступают в силу отдельные статьи закона об ответственном обращении с животными, по которым запрещается функционирование контактных зоопарков. Несмотря на это, Госдума уже приняла в первом чтении поправки к федеральному закону, делающей вольерную охоту легальной. Ну, одно дело там это охота, и другое дело это когда ограниченная территория, и животное просто не может в любом случае убежать. То есть, ну как бы это в голове не укладывается, мне кажется, у нормальных людей. Как это так? Ты заплатил деньги, ты взял ружье и пошел вот на как бы на ограниченную территорию конкретно убивать зверя. Так это же не охота, это даже сами охотники, они признают, как бы они даже это называют недоохоты. С законопроектом не согласно огромное количество людей. Петицию не допустить легализации вольерной охоты в России подписали тысячи человек по всей стране. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Спасибо. Спасибо.